Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» хотелось бы вашему вниманию предложить некоторые размышления на очень актуальную сейчас тему. Вы поймете, почему эта тема актуальна из самого наименования. Хочется предложить вам, кто желает, задуматься о духовной отваге. Что такое духовная отвага? От чего она рождается? Как можно духовную отвагу стяжать и чем ее можно укрепить? Стяжать, то есть как ее приобрести? То, что отвага нужна и на войне, и в мирное время, как говорится, и в труде, и в бою, это, в общем-то, наверное, очевидно. Решимость, устремленность вперед, отвага, мужество. Мужество и отвага — это синонимы. О том, как это нужно. О духовной отваге. Преподобный Паисий Святогорец, который сам в молодости был призван в ряды вооруженных сил и вынужден был в силу обстоятельств участвовать в очень тяжелой, очень кровопролитной, очень трагической такой междоусобной братоубийственной войне, которая была в Греции. Закончилось в 1947 году. И преподобный Паисий, который пережил это и знает, что такое братоубийственная война междуусобной непонаслышки, вот как он пишет о духовной отваге. «Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать собой». Отвага, то есть рождается у тех, у кого широкое сердце, решимость пожертвовать собой. «На войне те, в ком есть отвага, имеют и доброту, и не убивают других, потому что в отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. Добрый предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким образом, приемлет божественные силы. Напротив же люди злые, трусливые и малодушные. Свой страх они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и других». Вот как бы повод для размышления, что настоящая отвага, настоящая отвага у тех, у кого решимость и широкое сердце и желание пожертвовать собой. Италий очень мудрый преподобный Паисий пишет. «О, что это за радость! Радость от жертвенности! Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям, поэтому они так измучены. Они не имеют в себе идеалов, они тяготятся тем, что живут. Отвага, самопожертвование является в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину, преподобный Паисий приводит пример, в деревнях люди по ночам без шума старались, чтобы никто их не увидел, прокладывали какую-нибудь дорогу, для того, чтобы после смерти другие, естественно, ходя по этой дороге, поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается очень редко. «Однажды на Афоне во время крестного хода я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись своими наметками за ветку куста, и ни один не обломил ее, чтобы облегчить путь, идущим сзади. Все пригибались, чтобы не зацепиться. Все равно, что поклоны этому кусту клали. Каждый думал, пусть это сделает кто-то другой, а мне лишь бы пройти. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии находился, когда в Калеве на Святой Горе меня прихватила грыжа. В житии преподобного Паисия описывается, как много лет он страдал очень тяжелой грыжей, а все равно принимал тысячи людей, которые к нему приходили. Когда кто-то стучал в клепальце возле моей калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже и не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, другой держал свою грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он, он пришедший, не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся. Нет, я видел, что другому больно, и забывал свою боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека своим братом, и тебе стало больно за него. Обратите внимание, дорогие друзья, как эти слова преподобного Паисия, а ведь это же наш с вами современник, он перешел вечную жизнь в 1994 году. Многие из нас, дорогие друзья, может быть, из нашей зрительской аудитории, люди старшего поколения, вы застали, мы с вами застали преподобного Паисия. Мы просто не знали тогда, что на земле живет такой подвижник веры, живет вместе с нами. И вот как он пишет, какую надо иметь жертвенность, какое самоотвержение. Он даже не чувствовал своей боли для того, чтобы помогать ближним. Так ли поступаем мы с вами? Вот он говорит, главное, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало больно за него. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо. Потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себя любие и корость. Редкостью является человек, который скажет, я уступлю свою очередь другому, а сам подожду. И как же не много таких благословенных душ, что думают о других. И даже в людях духовных, откровенно, из боли говорит преподобный Паисий, даже в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, своим сном, покоем и тому подобным. Потому что и Христос сказал в Евангелии от Луки, 21 глава, от лишения своего. Если я делаю добро ближним, отдохнув, то это недорого стоит. Однако, если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу кому-то, просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я вовсе могу сделать это и порадоваться общению, немножко развлечься. Тогда же, когда, устав, я иду на жертву, для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Тогда я буквально захлебуюсь в божественном благословении. И в заключении, дорогие друзья, преподобный Паисий, ведь эти его наставления были предложены и записаны, и впоследствии опубликованы сестрами монастыря в честь святого апостола Иоанна Богослова в Сурати. И вот, обращаясь к сестрам преподобной Паисии, к сестрам, то есть, в общем-то, к монашествам, к людям духовным, которые и так должны жить в самоотвержении, вот как он обращает внимание на жертвенность, которая есть у мирских людей. Понаблюдайте за теми мирскими людьми, которые проявляют такую жертвенность, какой нет даже у монахов. Я замечаю, что в миру, несмотря на то, что люди могут не веровать, иметь слабости и страсти, они, и Бог так устраивает, имеют мягкое сердце. Они видят нуждающегося, пусть он даже им не знаком, и оказывают ему помощь. Многие люди, не верующие даже в то, что есть рай, увидев какую-то опасность, бегут предупредить зло, спешат погибнуть сами, чтобы другие остались живых, торопятся раздать другим свое имущество. Как эти слова сейчас актуальны, дорогие друзья? Спешить помочь тем, кто нуждается, кто находится в беде, в опасности, спешить самому помочь, а не прятаться за чужими спинами и ждать, пока кто-то что-то сделает. Много лет назад на одном заводе рабочего зацепило и стало затягивать в станок. Несмотря на то, что вокруг было множество мужчин, спасать его бросилась женщина. Мужчины, и далее преподобный поэси в кавычках пишет, отважные такие, стояли и глядели. А она вытащила его из станка, но саму ее зацепило за платье, закрутило в станок, и она погибла. Мученицы – это великое дело. Ну, хочется, может быть, с некоторой горькой иронии, дорогие друзья, добавить. Если вот мужчины просто наблюдали, как одного из их братьев затянуло в станок, просто наблюдали, а женщина бросилась спасать, сейчас бы в наше время еще бы начали бы снимать на телефон, и, скорее всего, не сдвинулись бы с места. О себе такие люди, люди отважные, у которых широкое сердце и решимость, о себе такие люди не думают, они выбрасывают из себя свое «я», и когда они выбрасывают вон свое «я», в них бросается Христос. Вот так вот образно преподобный Паисий говорит о духовной отваге и жертвенности, которая так необходима и которой так не хватает в наше время. Давайте подумаем над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok